Привет, ребята! Меня зовут Василий, мне за кадром, как всегда, помогает Юграф. Мы готовим коктейли на Едим ТВ, а точнее сегодня мы готовим не коктейли, сегодня мы готовим абсент. Мы запаслись вот такими специальными приспособлениями и готовим абсент сегодня. Многие очень просили либо коктейли с абсентом, либо сам абсент приготовить. Вот сегодня по вашим просьбам. Вообще, сам абсент, как напиток, это экстракт из полыни, из горькой полыни причем, хочу обратить внимание, и, соответственно, по вкусу он примерно такой же. Абсент впервые начали готовить в 1792 году как лекарственное средство и прописывали его от мышечных спазмов и каких-то вот таких подобных вещей. Потом перечень расширился, в общем, как панацея от всех болезней, рекомендовалось все это дело пьянствовать. В 1798 году, там спустя 6 лет, получается, его начали как бы массово уже пить именно как вот, как пьют вот в барахне, не как лекарство, а уже массовая такая популяризация была. Французы очень сильно способствовали расширению географии этого напитка, потому что абсент выдавали еще французским военным во времена колониальной борьбы в Африке. И по возвращении на родину тоже, соответственно, они везде его популяризировали, и там были даже какие-то анти, вот эти вот абсентовые компании поднимались, что надо прекратить спаивание народа, как бы какой-то то ли политик, то ли кто-то там очень известный, да даже как-то пошутил на эту тему, что если мы не будем бороться с распространением абсента и дальше, то вся Франция поделится на тех, кто сидит в психушках и кто их сажает. Сейчас нету такой проблемы, потому что абсента как такового осталось мало. Абсент считается таким опасным в том числе из-за того, что там содержится туйон, это вещество, которое влияет на психику человека и может вызвать легкие галлюцинации, то есть такой имеет таркотический эффект. Поэтому абсент во многих странах либо запрещен вообще его ввоз, либо разрешен, но тогда с условием того, что абсент должен пройти процесс очистки от туйона, тогда там будет на этикетке написано «Туйон фри», и, пожалуйста, ты можешь его ввозить, экспортировать как бы и пить. Если вы хотите получить там какую-то долю галлюцинации, то, конечно, да, этот абсент уже совсем не тот, но вообще в баре как бы люди обычно приходят не за этим, поэтому можно пить и такой абсент, главное не перегибать палку, и вот рекомендуемая доза потребления за вечер не более трех раз по 30 грамм. По градусам еще тоже нужно смотреть, потому что есть абсент, который там 55 градусов и заканчивается там что-то 85 или 86, такой у них там рекорд. Я пробовал как-то 82, по-моему, градусный черный абсент, он разъел металлическую фляжку, из которой мы его пили в студенческих годах, мне кто-то угостил, а я такой пьяненький стал, мне было уже все равно, что выпить на дискотеке, я как бы сделал глоток, это жесть вообще, 82, по-моему, градусный черный абсент, он прям на цвет черный разъедает эти фляги. Парни привезли откуда-то из Германии, там с большим трудом достали, в общем, хитрая история. Вот, французы придумали класть кусочек сахара и поливать его водой, где у тебя внизу налит абсент, то есть у тебя сахар с водой, просто разбавляет немножечко, и вот там 5 частей воды, одна часть абсента, и потихонечку попиваешь. Чехи придумали уже поджигать этот сахар, русские придумали пить как самбуку, то есть просто наливают туда, тоже, в принципе, неплохо, и еще упивает больше, потому что ты же вдыхаешь потом пары, и тебя вообще вштыривает просто. Наши придумали, естественно, ради этого, я думаю. Мы сегодня будем готовить так, как делают это чехи, то есть берем кусочек сахара, кладем его на специальную ложечку для абсента, поливаем наш кусочек сахара. Он пропитывается абсентом, поэтому будет прекрасно гореть. Если нет ложечки для абсента, нужно взять вилку для абсента, просто подписать ее. Дорогая, не трогай мою вилку для абсента. Поджигаем всю эту историю горелочкой. Жженый сахар потихонечку начинает стекать. Это длительная процедура. Бокал, конечно, взять лучше для этого дела подготовленный, плотный. То есть это, получается, у нас будет теплый абсент, как минимум? Нет, мы... Все равно он пьется вот так вот нечистым, разбавляется холодной водой, просто вот рядом стоит у меня рокс, как раз для этого. Ну, я потушил его просто. И тут есть два принципиальных разночтения. Вы не отдаете, во-первых, как бы сразу гостю этот напиток, после того, как приготовили, не кидаетесь пить сами, потому что края бокала вы наверняка обожжетесь, поэтому мы делаем следующее. Мы берем дольку лимона и долго и методично охлаждаем эту стопочку. После чего можно взять и выпить. Есть второй вариант. Мы переливаем вот это вот дело сюда, избавляя себя от ненужного сахара, не до конца сжженного. И добавляем примерно 4 части воды. Напиток весь при этом мутнеет. Не боишься? Да, нет, я пил. Мы вдвоем с моим другом Медведом бутылку засаживали. Много аниса. Я обратил внимание, что в дешевом абсенте, вот таком попсовом типа ксента или туннеле, у них там аниса до хрена. А в хорошем абсенте он реально горький. Но такой, конечно, вкуснее. У меня вот один единственный знакомый, не то что поклонник, как бы, ценитель абсента. Вот он, да, чистым, без подогревов, безо всего, при комнатной температуре или чуть охлажденной. Пару-тройку стопчик как раз любит иногда засандалить. Илюшка, привет. И можно, кстати, запивать яблочным соком. Хорошо сочетается. Прям холодный-холодный яблочный сок. А еще мальчики и девочки абсент переводится как невыпиваемый или что-то типа такого. Невозможного выпить. Но, как показала сегодняшняя наша практика, вполне возможно, если нормально, приготовить, да, и тем более размешать водой. Но и, как бы, и чистоганом тоже можно. Подписывайтесь на наши группы, смотрите нас в YouTube, оставляйте комментарии. Лучшие коктейли юмора за барной стойкой вы можете найти в сообществе Ассоциация барменов в ВКонтакте. И самое главное, конечно, не забывайте, мальчики и девочки, что с абсентом не стоит переборщивать. Ну и самое главное, что, естественно, не стоит с этим коктейлем переборщивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ассоциация барменов в ВКонтакте.